Теперь напомним о событии, главном для отечественной словесности. Объявлены имена российских писателей, удостойных главной национальной литературной премии «Большая книга». Очередная церемония вручения премии проходила в столице, традиционно в доме Пашкова, там, где, к слову сказать, располагается отдел рукописей главной библиотеки страны, бывшей Ленинки. Список претендентов на премию в этом году был, можно сказать, своеобразным. В числе финалистов – новое поколение авторов. В библиографии каждого всего-то пара книг. Большой зал дома Пашкова заполнен литераторами и книголюбами. Премия «Большая книга» раздала награды своим героям. В честь года театра церемонию провели в виде театрального капустника. В стране идёт театрагод, и театр сегодня перед вами вот. На сцене актёры театра «Ленком», стендап-квартет «Зайчий стон». Непринуждённые манеры импровизировали на тему ключевых слов каждого из 12 произведений финалистов. Пока их авторы поднимались на сцену и рассаживались на 12 стульях. Семь грехов. Ангелы, часовня. Танцуем. Затем по традиции вручили приз за вклад в литературу. Его получил писатель Валерий Попов. Автор таких произведений, как «Нормальный ход», «Любовь тигра», «За грибами в Лондон». А Дмитрий Быков преподнёс ему символический подарок – пилу «Дружба». Пилите много. Спасибо. В составе жюри премии этого года литераторы, журналисты, критики полгода читали и обсуждали все произведения. Средний уровень достаточно высокий. Может быть, не так много шедевров и каких-то прорывных произведений. Но, тем не менее, есть ощущение, что у нас крепкая литература сейчас. Лучший, по мнению читателей, и третий, по итогам подсчёта голосов Академии, стала Гузиль Яхина за роман «Дети мои». Это книга о поволжском немце, который растит дочь на уединённом хуторе и пишет сказки, воплощающиеся в реальность. Вторым, и по мнению читателей, и по мнению жюри, стал Григорий Служитель с книгой «Дни Савелия». Для актёра студии театрального искусства это литературный дебют. Не просто так пришла идея писать. Конечно же, я к этому долгие годы готовился. Но так случилось, что у меня умерла кошка. Я её очень любил. И, в общем-то, я понял, что ни в коем случае не пытаюсь соревноваться с Гоффманом или всё с кем-то. Я понял, что, в общем-то, это будет история про Москву, про кота, через призму его восприятия. Главный приз присуждён сразу трём авторам. Олегу Ликманову, Михаилу Свердлову и Илье Симоновскому. За книгу «Ведикт Ерофеев. Посторонний». Они попытались, опираясь на документы и воспоминания современников, рассказать о жизни автора поэмы «Москва-петушки». Это биография Ведикта Ерофеева. Илья вот нас опрашивал людей разнообразных, но не только. Мы сидели, просто представляли, как книжки обычно пишутся. А Крифа Петров только на строй была. Читатели всё больше интересуются документальной литературой, говорят члены жюри премии. Ущерб может быть серьёзной художественной прозы, потому что документальная литература, она может быть одновременно читаться как роман, если это биография, но при этом она познавательна, она даёт какую-то информацию. Роман главенствует и над рассказом, и над повестью. Особенно большие романы, они становятся бестселлерами. Таковы тенденции сегодняшнего дня. Итоги премии тому подтверждение. Юлия Струкова, Ольга Енина, Александр Садольский. Новости культуры.